Тема 825. Виза на дом. После публикации идеи поменять фамилию через интернет многие посчитали, что если такое и возможно, оформление документов через интернет, то не у нас. Но у нас тоже такой сервис можно организовать, ведь организовалась недавно служба виза на дом. Она действительно оформляет документы через интернет. Ну, почти. Через интернет вы загружаете сканы своих документов, затем сотрудники визы на дом или курьер. Если клиент живет в провинции, приезжают за оригиналами документов, заполняют за вас анкету и подают ее в консульство. Когда виза будет готова, привозят ее клиенту на дом. Если не требуется личного присутствия клиента в консульстве, то специалисты визы на дом записывают клиента на собеседование в заранее оговоренное время. Ему это все равно удобнее, чем стоять в живой очереди. В большинстве случаев клиенту легче заплатить деньги, чем изучать процедуру получения визы самому с нуля, к тому же у разных стран. Свои требования к документам. Да еще ездить в областной город или Москву для отстаивания очереди в консульство. Пока будешь ездить туда-сюда, виза станет золотой. А так, сделают все за тебя. Да еще дешевле выйдет виза в Великобританию. Если принять во внимание, что билет на поезд из нашего города до Москвы стоит 2500 рублей, два раза съездить туда-сюда, без учета прочих расходов на пребывание в дороге Москве, составит 10 тысяч рублей. Но я даже бесплатно не пойду сама оформлять визу. Я как представлю, что я должна разбираться в этом ворохе документов и инструкций. У меня отпадает всякое желание напрягаться. Если такой бизнес получился с получением визы, можно оформить любой другой подобный бизнес, связанный с оформлением документов. Например, оформлением паспорта или его заменой. Как ни удивительно, но эта процедура сегодня тоже выглядит, возможно, не везде, но в провинции точно, немножко допотопно, во всяком случае, тем, что приходится идти ножками в Сбербанк для... Оплаты госпошлины. Хотя там не так много нужно документов представить. Весь список требуемых документов вы найдете на странице. FMS Govru Government Services Passport. На экране весь он не поместился. Кроме похода в Сбербанк нужно еще сходить к фотографу, собрать все документы в кучу и пойти в УФМС. График работы отдела нужно узнавать отдельно. А в коридоре УФМС обычно сидит длинная очередь, и летом, и зимой. После приема вас отправят домой на 10 дней. И только потом, по прошествии этих 10 дней, вам придется опять прийти, опять отсидеть свою очередь и получить заветный паспорт. Конечно, такая услуга есть на сайте. Но не факт, что вы пройдете эту процедуру легко и гладко. Если неправильно что-то оформите, вас завернут обратно. И там только проверят ваши анкетные данные. А нести оригиналы документов в отдел УФМС вам все равно придется самому и оплачивать госпошлину. Также, вот как описана вся эта процедура на сайте ГАСУ слуг. Страница Кстати, обратите внимание, что подавать документы не обязательно самому. Можно это сделать через законного представителя. А кто помешает вам выписать доверенность на некую фирму, которая будет на этом специализироваться? Это доказывает то, что бизнес такой возможен. Стоимость услуги, конечно, будет ниже, чем при оформлении визы. Но зато паспорт вынуждены менять абсолютно все граждане России. Как минимум два раза в жизни. Не зря в коридорах УФМС всегда много очередей. И никто им об этом в срок не напомнит. И если они забудут это сделать в течение 30 дней после дня рождения, штрафа и позора им не избежать. Если гражданин не успеет вовремя паспорт поменять, он не только не сможет поехать куда-нибудь в СНГ, не сможет вступить в брак или переоформить полис медицинского страхования. Это еще не самое страшное. Но самое главное, отдел УФМС не примет у него даже документы на замену паспорта. Если тот не сходит к участковому, тот... Не выпишет ему документ об административном правонарушении. И если проштрафившийся граждан не оплатит административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. А учитывая то, что участковые у нас принимают не каждый день и работают в основном по вечерам, когда все банки уже закрыты, человек вдобавок потеряет еще кучу времени. Как раскрутилась виза на дом, компания виза на дом раскручивалась несколькими способами. Сразу скажу, Яндекс.Директ здесь не прокатит. 1. Через социальные сети. 2. Использование известных людей. Когда виза на дом оформила визу Ксении Собчак и Тарас сказала об этом в своем инстаграме, в компанию пошел бурный поток клиентов. 3. Сотрудничество с туристическими фирмами. Более подробно об услуге виза на дом и ее раскрутке читайте на странице. Как раскрутить замену паспорта? Услугу по замене паспорта нужно раскручивать немного по-другому. Мне кажется, нужно целенаправленно искать людей, которым скоро исполнится 20 или 45 лет. Если у вас найдется своя рука в паспортном столе, считайте, что вы уже свой бизнес сделали. Можно использовать возможности социальных сетей. Большинство пользователей не стесняются указывать свои даты рождений. Можно посотрудничать и с туристическими компаниями. Части граждан обязательно придется задуматься о своевременной замене паспорта при визите в те страны, где не требуется загранпаспорт. Но свой российский паспорт при этом должен быть в порядке. Можно развесить свои объявления в конторах, которые тоже требуют правильного оформления паспорта. В страховых компаниях, ЗАГСах, банках и т.п. Можно даже заглянуть в местные больницы. Не лежат ли там люди, которым нужно срочно поменять документы, а они даже выйти никуда не могут. Предлагаю еще выпустить бесплатное приложение типа напоминалки. Когда и что человеку нужно обязательно оформить или переоформить. В Великобритании один мальчик сделал бизнес на дисках-напоминалках для автолюбителей, когда им нужно пройти очередной техосмотр. В 14, 20 и 45 лет нужно оформить или заменить паспорт. И важно знать, когда его можно начинать оформлять за месяц до наступления этого срока или в течение месяца после этого. Ведь никто из простых людей достоверно этого не знает. Можно внести в это приложение разные даты, праздники, дни рождения родных, чтобы пользователь не забыл их поздравить. Кстати, на Etsy. Пользуются популярностью постеры, в которые как раз вбиты эти самые важные даты. Дни рождения родных, особенно жены и тещи, забыть которые смерти подобно. Можно вбить в него дни рождения известных людей, в том числе и современников. Это всем всегда интересно. Если домыслить, это приложение можно сделать настолько универсальным, что без него не сможет обходиться ни один человек. Но для текущей услуги, замены паспорта, достаточно каких-нибудь нескольких, но очень важных напоминаний. Тогда все ваши потенциальные клиенты будут у вас под контролем. И вы очень вовремя сообщите им о своей услуге. Как оказывать услугу для презентации услуги? Конечно, нужен сайт. По-моему, сегодня это не проблема. Что должно быть на сайте? Ориентируйтесь на... Вайсета Холм Ру. Но для провинции все можно сделать гораздо проще. Можно просто рассказать о своей услуге и указать телефон или форму для первичного обращения. К клиенту будете приезжать со своим фотоаппаратом. Убьете сразу двух зайцев. Не нужно его никуда посылать фотографироваться и тут же займетесь сбором документов. Там же, дома у клиента. Заполните анкету. Проверите наличие всех документов. Съездите вместе к нотариусу для оформления доверенности, заранее записавшись к нему на прием, чтобы не стоять в очереди, если понадобится. А оттуда поедете в место и отдел УФМС. Как, кстати, раньше ездили. Паспортистки из ЖЭКов для подачи документов. А получать готовый документ клиенту, скорее всего, придется самому. Ну, это как с теми визами, которые можно получить только лично. То есть все решаемо. Да. И, наверное, вам придется зарегистрироваться оператором персональных данных в Роскомнадзоре РФ, как это сделала виза на дом. В наше время, когда люди привыкли получать на дом даже еду, такая услуга, как замена на дом у паспорта, выглядит очень естественной. Так что клиенты у вас обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok